всем доброго времени суток с вами over и это продолжение 11 серии нашей игры за темного эльфа андрея на самом максимальной сложности без сохранений 10 серия была экспериментальная в режиме стрима и я решил с другом в режиме стрима начать новую игру и в кооперативе с ним проходить ее но не в кооперативе он будет помогать делать выбор ну вы все это увидите если вам интересно а приключение за темного эльфа андрея без сохранения я решил продолжить но уже формате не стримов потому что это будет новый персонаж а формате продолжил летсплеев чисто для себя чтобы понимать как я играла когда-нибудь посмотреть вряд ли кто-то это будет когда-нибудь вообще смотреть кроме меня поэтому я не часто буду в голос вот чисто так если кто-нибудь не поверит что я прошел балдрос гейт без сохранений вот это будет видео доказательства особо сильно на пиар я уже не буду давить ну то есть на пиара на теги название описание просто название серии буду делать и все вот ну и по поменьше буду голос может иногда буду комментировать какие-нибудь сочные моменты но по сути как бы я прекрасно понимаю что сейчас все пришли на режим стримов а летсплеи на самом деле никому не интересны и от силы посмотрит один-два человека чисто так как доказательство что я прошел игру без сохранений так наверно надо теперь на болото сходить так в принципе мы можем сейчас устроить похищение этого идола с дальнейшим воровством и нет сходим на болото нас ходим на болото так давайте сделаем отдых так перекостой если у нас у кого-нибудь сон каст сна так она может в принципе отхилять каличий так заклинание какие у нее есть сна ни у кого нет а может волшебник или сейчас мы кстати посмотрим начали теряем эту пачку вот и и и и и и и и и давайте продадим всем так что у нас по ошибкам давайте подведем итог самые основные ошибки караванчиков миссию мы запороли целиком из-за того что напоролись на ловушку мы потеряли одного тифлинга на горе и вот эту девушку стиле с кофе мы один раз умерли на пауках один раз умерли на умерли на там только гильотинках один раз упали в бездну на стриме довольно забавный момент был и по-моему один раз на гильотинках или где-то еще ну короче сумме три раза вся пати полегла мне пришлось загружаться целиком сначала сначала серия так что у него ничего не появилось новое интересное не так дороговато так давайте все продадим потом скупимся может у гоблинов лучше шмотки суп так давайте знаете как сделаем все-таки пускай зелье будет у одного персика чтобы знать сколько и огненные метательные а у этих двух лет и будет чисто шмот на продажу зелье мы все можем передавать во время боя но не можем шмотки одевать во время боя менять так значит нам нужен маг потому что у него может быть есть заклинание сон так лагерь потому что сейчас мы пойдем к ведьме и нам нужно будет ну чтобы там мирно все разрешить не мирно двух братьев спасти так давайте сейчас тогда временному шедоу хард все заберем потом и все передадим так вообще как у нас тут дела обстоят шмотками вот ей нужно получше броню средняя средняя вот и вообще нужно заменить броню потому что довольно слабая средняя почти как легкая дроу так и ему арбалетик заменить хотя он никогда в призе не мочится так где там феду подожди нас плюс в лагерь пока что хотя нет шедоу хард нам пригодится давайте оставим так из этих кто больше не был больше 18 так 7 17 5 15 плюс 1 до 4 кто из них делает две атаки давайте так сделаем пока никто так у нее кроме хилла есть еще касты а у тебя давайте все таки лазель эту оставим здесь альбак санта так Так, возьмем мага. Так. Зелья тоже все. Короче, Shadowheart будет все носить такое, что можно вот эти мешки с зельями, с свитками, с полезными. Кстати, и с припасами пускай тоже носит. Точно. Да и алхимию пускай носит. Вот. Кстати, да, почему это я все это... Так. Так. Зелья великого лича. Наш главный персонаж, пускай у нас будет лутать предметы, ведь ему все-таки нужнее. Так, возьмем на всякий случай пару бочек разрывных. Ну, пускай это все будет у огненной леди там. Или может у Shadowheart тоже их все засунуть. А, нет, у меня перегруз тогда будет. Пускай огненная леди с бочками бегает. Или может маг? Да, маг лучше, у него невидимость есть. В случае чего, может быть, заминировать. Так, и он у нас вообще нубский. Кстати, надо его будет одеть, потому что маг и рога нам пригодится. Этого же не будем мы использовать. Оставим его под мультикласс. Так, давайте подготовим заклинание магу. У него же есть еще слоты, ячейки заклинаний. Да, полностью есть ячейки заклинаний. Отлично. Так, тогда... Кстати, и в руках у него ничего нету. Нет, ничего дать не можем ему, к сожалению. Он еще так держится, потому что у него нету артефакта, мы его не покормили. Так, заранее вызваем беса. На всякий случай. Прокастуем на себя броню. Она потому что не сбивается от этого. От концентрации. Так, у мага какие скиллы подготовим ему. Так, нам бы невидимость полюбас пригодится когда-нибудь. Так. Видимость, невидимость. И... Так, вообще какие заклинания-то есть у всех? Обнаруживание мысли, у кого еще есть? Так, у Андрюхи есть. Но это у него... Они не подготовлены. У Андрея, да? А, нет, одно есть заклинание. Обнаруживание мысли. Ну, в принципе, у Скайл Мага будет еще. А у Шедо Харт нету, да? Так, а что это у нее? Не подготовлен какой-то слот один. Второго круга у нее что есть мощного? Находящиеся в пределах ситуации не имеют и получают... Ага, то есть она может на кого-то сало наложить. Ну, Сайленс. Давайте так и сделаем. Вдруг будет такой размах. Так, Мага. Обнаружение. Магический доспех. Ну, в принципе, да, можно. Увеличить класс брони 13 плюс модификатор ее ловкости. Так, что у нас дальше есть там? Кислотная стрела. Так, а давайте посмотрим. Может, можно что-то Магу выучить из того, что мы уже набрали. Третья желаемый. Продолжение следует... неплохо так так, ну может у него что-то стоящее появилось, кроме этих второго круга имею ввиду так, разбивающий звук, но мне не понравился зеркальное отражение да, ничего, что-то не появилось такого угодного все на действие, а, вот бонус на действие есть какой-то а, плавное падение, хрен с ним вот, магическую стрелу можно оставить а, и сон у него есть, отлично, все так, и поехали на болото вы не знаете, все-таки давайте я зафиксирую карту потому что я не могу так, когда она крутится так, а что это делится лично А пускай, конечно, пускай наблюдают. Чё нам стесняться? Так, интерфейс. Режим ввода. Так, ориентация миникарты на север. Пускай она не крутится, это будет как-то, мне кажется, чуть попроще. Пустим, вот он без вниз. Да, всё, так попроще, чутка. Вот, отлично. Поэтому Shadowheart мы не можем оставить. Она хорошо обнаружает вот эту всякую фигню. Ну, мелочно приятно. Так, это что у нас там? А, вот это как раз, это вот залупный момент. Так. Я узнаю, что-то видимо на самом деле. А что успокоимся? Ну, мы знаем, что она ведьма. Так, что происходит? Это наша сестра, Мейрина. Начинает сказать, что мы... Следующее, что она... И мы не видели ее уже. Ничего этого не важно, все-таки. Мы должны ее вернуться, и быстро! Так. Угу, угу. Ты смешиваешь? Я не знаю, кто ты. Странно, что Shadowheart так не одобряет. Так, а мы сейчас побежим за ними, потому что если мы их сейчас не наложим им сон, они могут умереть. Так, где сон, где сон, где сон? А, нет, они исчезли. Так, давайте прислушаемся. Волшебника взял. Конечно, бонус от Shadowheart. Короче, это не милый лесок. А, босс, не болото. Так, это человушка. Давайте все обезвреживать здесь. Блядь. Все надо обезвредить здесь. Потому что эти ловушки потом меня просто достанут. Я помню, когда я первый раз играл на средней сложности, эти ловушки просто меня достали потом. то каждую ёбаную ловушку надо будет здесь обезвредить. Так, чё у нас здесь? А, испытания прошли. Не прошли, то есть колл-тыран у них. Блядь. Так, обезвредить. Так, уйти. Так, что у нас пять ловушек. Давайте обезвредить. По перчатке силы дают мне бонус какой-то. Так, обезвреден. Интересно. Так, а что они дают мне? Ловкость рук плюс один. Отлично. Вот, ему они и нужны будут. Ах! Ух! Субтитры сделал DimaTorzok Побегаем пока, пособираем все Все пригодится для зелий Так, внимание, успех Что это у нас? Что ты нашел? Где нашел? Что нашел? Ага, нора Припасы Один раз заход, себе шифровку Или сходность не действия Владелец может сделать прыжок, не расходы Это бонусное действие А вот это вот, кстати, классные перчатки Прям вообще дроп классный Там много всяких стрел Залуп и прочего Давайте пока болото изведаем Мои все битые Надеюсь, эти ловушки повторно не будут срабатывать Но что, по крайней мере, мы тут обезвредили болото Потому что нам понемногу еще уходить О А сюда кровь кому-то не повезло, значит, я вклюю А сюда кровь кому-то не повезло, значит, я вклюю Ну, полюбас, кому-то не повезло О Не зря сюда пришли Кошель Так, Гилмус, кстати, отправится Сейчас, давай, похиляю его тогда Так, да, мы не сможем добраться пока, да? А по камням? Понятно А по камням? Кто у нас так выживание? Кто так у нас все это находит хорошо? Блин, вот и два брата К сожалению, они К сожалению, они Отъехали Так, а по камням? Дименитивная катушка Спортивая Крышка Глярс Вы представили Крышка 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 Подыгрываем им. Так, а если я другой поговорю, например, с кем-нибудь? Так, это все уже, то есть не будет больше поднимания репа. То есть два раза мог бы было сказать. Так, давайте застукаем их кем-нибудь. Вот волшебникам, например. Ладно, нет повода. Алло. Так, что у нас там дальше? Это мне позвонили с НТС. Хоть спам, видать. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так По максимуму быстрее. Так, кто у нас здесь еще? Килла ушки еще здесь есть. Еще вот одна из-то безвредителей. Еще ее. Так, блядь. Что сейчас она выстренит шипами, блядь? Повторный бросок давайте сделаем. Все. Ну, прям назнатно так поколбасил на этих ловушках, но... Это нам пригодится в разминировании этого поля, потому что... Так, еще одна ловушка. Или они тут бесконечные просто. Да сколько их здесь еще? Я надеюсь, что они повторно потом не перезарядятся. Потому что мы вот чисто вот в этой партии просто тупо на ловушках прямо погорели целиком. То есть вот сейчас вот мы просто ходили по болоту, обезвреживали ловушки. Вот чем мы занимались на этой жизни. Ну, кстати, это полезно так. А, нет, это колл-то рано. Это полезно для того, чтобы я по этому болоту потом не ходил, и от них пизды получал ловушки. Если они действительно потом не восстановятся. Так, вот там уже хижина ведьмы. А, вот и мы открыли рунный круг. Здесь рядышком. Единобратиями акробатиями. Так, это охотник на чудовищные. Кто ты? Хочу заключить сделку с хозяином дома. Теоретик приводит раз из сделки хозяинка дома. С они виновными из всех, что я могу идаю с ней, с той же думать, и на кто она на самом деле. Они велики превыше того, что я дала. Они виноваты настолько глуп, что они вложены в вашу цену. Что за цену означает... ...не все труднее всего обойтись. Если она может рассказать мне, как его вытаскивать... ...да, правда, это как братья, мой друг. Мы можем армить себя с ней. Так, убеждение. Если хочешь, я помогу тебе с твоей охотой. Так, и бонус. Так, а, минус гниение у меня еще. Я гнию, и поэтому у меня на харизму. Это мой долг. Не скинусь, вообще, даже хотелось бы ответить на твой вопрос. Это наш спутник. Так, зачем-то он поменял. Спутник, у нас есть тех пор, не хранится. Детский афморфон. Но он не вемпир. Он сейчас не знает, где он. И не будет помогать тебе искать его. Короче, хочет у нашего... ...этоого... ...рогу... ...вальнуть. Но мы, конечно, ему не дадим. Своих не бросаем, бедя. Особенно к каким-то там усатым чувачкам. Так, ну и хозяйка дома это пиздец. Это ебаная ведьма. И, возможно, все окончится пизделовкой. Поэтому я не знаю. Сейчас к ней идти. Или еще побегать здесь на болотах. Потом сделать полный отхил и попробовать ее захуячить. Хотя это было бы крайне сложно. У меня и на нормальной сложности это получилось только из-за того, что я напал на нее сзади. Что там внутри? Так, животными. О, вот она может пиздеть животными. Отлично. Гангрена. Гангрена. А в прошлый раз она мне показала, где находится сокровище. ебать тридцатку дала по нему вот это пиздец но мы играем без сохранения ебать но вот это вот это жестко было вот это было жестко в прошлый раз на показал где сокровище находится высокая степень защиты вообще пиздец блять блядь это походу лягушка лягуха на всех нас положит блять блять я мог бы поднять его чё я наделал то блять это лягуха просто всем дала пизды блять так а кто у нас а нет он нет не погиб но заклинание кастовать не может но это пиздец это пиздец просто промахнись нахуй так блять в прошлый раз это лягушка но я уже рассказывал ебать она все отразила в мага а вдруг получится вдруг пять процентов пройдет я ее зарублю блять конец хода то есть это ли с этой лягухой нельзя было ни в коем случае пиздеть потому что такая вот хуйня случилась я ебу я ебу то есть нас сожрала лягушка в прошлый раз я убил ведьму и лягушка как бы сказала большое спасибо что убил ведьму и показала где лежит сокровище это имба лягушка то есть нас положит сейчас лягушкой супате походу так ну хотя бы испуг на нее но я просто буду орать если всю пати положит лягушка блять и прыгнуть не может блять куда ты идешь то так давай карлах поднимай тогда этого гейла блять а он умер навсегда уже походу так собраться силами чтобы установить здоровье то есть это действие было блять но может быть если она пойдет блять пиздец просто просто пиздец просто ёбаная лягушка я не знаю это просто ёбаная лягушка положила пати вот такие вот болота на словно на сложную на сложном уровне сложности давайте критонета блять ну на что я надеялся так тридцать процентов вблизи давайте попробуем сутки настойчивость давайте может у нас получится завалить лягуху блять это просто имба лягушка так может у нас получится справиться этой лягушкой безумие и в безумии она начала атаковать лягуху так у нас последний шанс просто вот этот вот как паны при пропал по лягухе так у нас и у нас все сдохли понимаете блять и шедо у харча сможет сдохнуть вы понимаете всю пати всю пати валила лягуха просто из-за того что я решил с ней поболтать это минус в 600 голды но я сказал без сохранений так что это да это то есть без загрузок это жесть так что это я покинул мир до срока однако причина слишком важна чтобы у человека необходимо справиться и отменить внутреннюю скорую кончину как только это будет возможным я желаю что я не говорю о своем собственном состоянии так жрец не был мой бог не даровал жизнь так мой бог не даровал как вернуть вот а почему ты скрысил мир так он может рассказать как его скрысить и не смотришь на пассанку небольшую сумку которая на силу самого сердца распутать фиолетовый шов на сумке против часовой стрелки и не в коем случае не трогать других нити цветов внутри сумки наносится нужна письмо к ручечным флитам развернув письмо брать ей внимание на знаки верхних и юных углах это нота которую нужно сыграть на флите сыграя ноты в правильном порядке начиная с нижнего правого угла дигаясь далее сирас по часовой стрелке когда используется инфид который спросит тебя ис ча-сис-нага и ответ ка-си-трак-аш это пиздец сейчас попробую это запомнить инфид дыхнет то письмо левит с него подальше тренок и негодник и металл дыханием расплавит в респинат появятся слова и наконец письмо против свиток и стены скрешения используйте его чтобы вернуть меня к жизни все не должны быть штука так если здесь жизнь одна повторяй пожалуйста инструкции так так давай начнем сначала хорошо хорошо вам так первый взять сумку дальше фиолетовый шов против часовой стрелки я помню письмо и флейте сыграть ноты начиная с нижнего правого угла по часовой стрелке а потом так по моему х-трах-аш-си си а нет так давайте попробуем вот так воскресить нормальных челиков а то вдруг он нас магией ёбнет какой нибудь своей так нет 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 так так к магам попробуем воскресить таким умным путем так а что у нас в этой лягухе было нихуя то есть вся пати умерла от ёбаной лягушки блять блять и наш отряд разгромлен и все заново ну вот с автосейва и мы должны теперь поговорить по правилам с лягушкой так как и было то есть ну так как как и говорили в этой битве блять как что там случилось я не понял а ну там гниение у них было ой это шедо ухард яды понятное дело так но теперь к сожалению с лягухой надо поговорить так как мы говорили потому что по правилам мы не обменяем диалоги и не перекидываем ничего пойдемте сразу поговорим с лягухой так значит он у нас прокинул на то что все все понял ну да так и есть так пойдемте разговаривать с лягухой сразу блин надо было сохраниться перед битвой каждый раз я это забываю то есть при началом битвы можно сохраниться но потом уже типа сохраняться нельзя то есть как бы вот именно чтобы не переигрывать вот это все как бы потому что я сейчас это ну полюбас не смогу до таких условий тоже дойти так блять записку нужно взять я взял эту записку так обезвредить начинается заново дупорех вода мочала блять начинаем все сначала так давайте прорываться к лягухе это что надо что не что не Играет музыка Так, где верить? Блядь. Ёбаная болота. Как я надеюсь, что это потом... Так, где эта лягуха-то, ебаная? Ебаная лягуха просто. Ну, как раз мы тоже к ней пришли, как раз, не с полными хитами. А столько мы всего нашли там, я помню. Ну, ладно, надо будет перед каждой битвой сохраняться. То есть, в случае того, не перегривать в битву, а если все подохли. Что это? Всегда есть время для больше? Так, ну где эти, блядь? Где лягуха? Думаю. так перебросим перебросим так давайте поблекаем овцам и не уникал и 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 так вот здесь лягуха была по моему если не ошибаюсь Вон эта пизда, блядь. И, к сожалению, нам нужно переигрывать так, как мы сыграли в тот раз. Ну, по диалогам. На это прямо... Это железно так надо сделать. Играем без лоудов. Ну, без... Только смерть может нас. Так, а... Если сейчас она на нас нападет, то как раз все отлично. Вот, отлично, все, она напала на нас. Ну так, просто... Другим поболтал. Так, Дурманин Рыгушка использует ядовитый выплеск. Попадет, если выпало... Нет, давай так. Использует ядовитый выплеск. Гилл пройдет испытание, если выпало 11. Выпало... 9. Не реагирует. Блядь, она просто сразу завалила... Блядь, она сразу завалила... Одного челика. Вот это волшебника. Так, полет. Ужалить. 5. Ударить. 5. То есть, в нее вообще почти не проходят атаки. Так, а стрельба по ней тоже не проходит. Ничего по ней не проходит. А если... А, вот, кстати, вот этот вот может пройти... Вот это вот может атака пройти, кстати. Так, зелья. Карлах. А, уже не могу заюзать. На следующий враскал преимущество превоскал на атаке. Наверное, тоже преимущество против вас. Широхий взмах оружием. Безрассудная атака. Блядь, и промах. Направляющий луч. Давай, попробуем... Блядь! Она отражает, охуеть! Ну, может, у нее одно отражение было у лягухи? Давайте попробуем. Да, одно было отражение, вот. Блядь, отравил. Блядь, отравился еще. Ебать, это жесткая лягуха! Подними мага. Пиздец. На этой сложности это пиздец так играть. Так, давай бей лягуху. Блядь, она закрылась! Она закрылась в расщелине! Я не могу до нее достать, походу. Даже? Да, она закрылась в расщелине. Так, подними Андрюху. Андрюх кастой может с ней как-то справиться. Ну, и выйди из этого дыма, и берсерк отнимай на себя. Так. Выйди из яда. Так, и ты... Тоже выйди из яда и займи какую-нибудь позицию повыше. Это должно работать. Так. Правильно, встание своего пола не реагирует. Да, к сожалению, он... Давай, все, наконец... Блядь. Так. Это у нас чисто файтер, она... О, есть 30 шансов падения по лягухе. Давайте прям этот... Прям разрыв ткани. Порежем эту лягуху, если получится. Безрассудную атаку! Да, зарубили. Быстрее поднимать мага. Быстрее поднимать мага. Так, не по ходам. А кто у нас еще там, это... С кем начал драться? Или лягуху еще не... А, у нее безумие! Ёбаный рот! Ёбаный рот! У нее безумие, блядь! У нас есть сон какой-нибудь? Я еще поставил, по-моему, с... А, вот сон! Ну, почему отсутствует цель, блядь? Вот! Так, а как это... Сейчас, давайте, сон! Где сон? Где сон у нас? Так, шестнадцать, это что такое? Очки здоровья, шестнадцать, это... Не знаю, давай попробуем. Получилось. Так, давайте все отсюда, из этих облак уйдем. Так, конец хода. Конец хода. Пиздец, то есть, лягуха еще безумие наложила. Все, 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 давайте сюда, все, 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 сюда, все, сюда, куда ты, маг, пошел? Так, ну, я думаю, на этом можно закончить. Эту часть. Потому что... Так, сейчас, хотя бы он, это, пройдет испытание гангрена, Гейл. Так, ахилл у кого-нибудь остался? Вы понимаете, что вот всю пати положила первый раз, и второй раз чуть не положила лягуха? Так, Гейл, давай, что-нибудь сделаю. У тебя хилл никого нету. Волшебники не могут этого делать. Сейчас, если он не умрет, точнее, если умрет, я его воскрешу. Но это пиздец. Ребят, вы понимаете, что ты Балдорус Гейт? Играть без сейвов, это пиздец. Короче, ну, без сейвов, я имею в виду, не перекидывая любой диалог. И вступаем в битву, если мы сразу, как бы, сохраняемся перед битвой. И пытаемся... Ну, короче, перед битвой сохраняемся, если вся пати сдохла, загружаемся. При любых других раскладах не загружаемся. Это Балдорус Гейт по полному хардкору. Я еще ни разу не нарушил это сраное правило. Это прям... Если я пройду так игру, я себе личностную ачивку сделаю. Такой даже ачивки нету в стиме. Ну, это прям, наверное, невозможно пройти. Это такой хардкор. То есть, все, что я сейчас проходил, это обучение было. Если так легко справлялся, это просто игра меня так... Так обучала, можно сказать. А вот сейчас начинается... Ну, как начинается? Для меня уже началось то, что прям... Боль и страдания. Просто боль и страдания. Так, давайте все это к этой. Так, прочесть. Давай, ты прочитаешь это, отправляем в лагерь. Может, травленные яблоки как реагенты будут для чего-то. Так, все, Гейл вылечился от гангрены. Походу. Можно идти в лагерь. Но это все, это точно долгий отдых. Со всеми поболтать и спать. Нет, ну лягуха это просто нечто, блядь. Это ядерная лягуха. Так, а... А, нет, я не встретил этого вампира сейчас. Ну, охотника на вампиров. Так, ну что? Маг нам не пригодился почти. То есть можно было брать... Ну, кстати, можно поменять отряд, а походить с гильотинкой. Вот. По-моему, мы, кстати, не можем из отряда выгнать, да? Главного перса. Ладно, давайте долгий отдых. Хеллсфайл. Она придет. Кто? Что это? Кто это? Что это за леди? Так значит, Уилл сам, блядь, дьяволенок, блядь. А он охотился, типа, на демонов. Ну, давайте просто... Да ты просто красотка. Блядь, это не одобряют телки. Если у меня было теплое сердце, я уверена, что это бы... Нажмите меня Мизура. Я Уилл, и его лисчат... Нажмите янку. Мы были договора, Уилл. Но Ковлак все еще дышит. Ага. Уилл, ты и есть эта крыса, которая на демонов охотится. На нормальных демонов. Зарел sends her regard. Ты говорила мне, что это только демонов. Она тихо... Как проживая. Класс Г, секси-9. Торгет будет ограничено к инфер... Карлак meets the criteria, by virtue of having no heart. Не смей даже пальцем... Вон, все одобрили. Вон, все одобрили. Но для демонового пупа, он должен все равно платить его цену. Чтобы победить. Уилл бурн в огнях Аверниса. Летные стены от Дис, стройки его плать. Его душа проходит через каждую лейку... Ну что тут с ним делаешь? Он и так черный. Охренеть. Был черный, стал красный. Охренеть. 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 Вот это поворот. Вот это поворот. Вот это поворот. Таааак. Тааак. Возвольте, что не отнялась душу, когда плевелась. Сделала крутым его. До этого был черный, и теперь он какой-то пиздоты красный. Ну, видать, он что-то... спас кого-то этим договором. Я чувствую важность этих... Не предпочитать... Но... Я не знаю. Что ты видишь? От слова на смешку природы боги, когда я вижу только фронтиры, не больше, а не меньше. Это потому, что ты знаешь, что сердце лежит под хором. Люди увидят... ...куриоситие. Может даже... Но я буду сломать их монстров. И держать их в безопасности. И один день они увидят... ...блэд фронт... ...а возможность, которая меня оставила... Но я не знаю, где начать. А то, что играть её игрокам и играть по правилам. Это единственный язык, что девилы слушают. Она может убить меня, для чего. Моя контракт очень четвертый. Моя контракт недалеко, она может дать мне свободу, лишь по собственной воле. Я не знаю, заплатить её опыт, но у меня нет ничего, кроме пожитков и червяков в головах. Так, я боюсь, посмотрим, мы можем победить и объединить наших червяков. Давайте со всеми побазарим. О, вот, Карлах сейчас с нами хочет побазарить. Но мой сын, наверное, готов пожертвовать жизнью ради меня. Черчай опасно, вот такой вопрос. Это был отважный или очень глупый поступок. Так. С ним поругались из-за того, что сделали комплимент? Теперь я понимаю. Как думаешь, будет преследовать тебя? Так, кто у нас ещё хочет поболтать? О, на высопшем вообще похер. Стоит там у лодочки вот этот вот скелет. Полуголая гильотинка. Полуголая гильотинка. Ммм. Так, то есть, короче, он это... Признают, что он там полувампир. Так, Шэдоу Хард побазарим и всё, и спать-ки. Так, всё у нас здесь рассортировано. Так. О, на самом деле они... Высокое-высокое отношение. Высокое. То есть, со всеми спутниками довольно высокое у меня отношение. Это хорошо. Может быть, даже и с гильотинкой высокое. Мудрился со всеми не поругаться. Давайте ещё для красоты там, не знаю, возьмём и нормальные шмотки раздадим. Нормальное нижнее бельё, а то мне нравится, как рубашка у него смотрится. У нас есть такие же рубахи. Так. Вес. Так, факел нам не нужны, мы их тоже продадим. Одних факелов вполне достаточно. Спаги-карлах, домашняя одежда, серая от пыли одежда. Это нам не нужно, это мы продадим. Только мины и вещи оставим. Так. И вот там, наверное, ещё лютню здесь. Так, это всё в мусор. В мусор. Яблоки тоже довольно интересные. Книги. Мусор, мусор, вода. Так. Виллу можно что-то дать. Гейлу, точнее, волшебнику. Ну вот, я не знаю, нахуя, правда, ему давайте это дадим. Вот, у нас есть уютная зелёная рубашка. Мы её дадим Шэдоу Харт. А у неё там имена, по-моему, одежда Шэдоу Харт была, да? Да, давайте в Именую. Всё, оставим в Именое. Так, Именое где у нас там? Вот в эту вот. Так. И одежде Варвара тоже сюда вот. Виллу Посох. Кожные сапоги тоже продадим, нахуй они тебе нужны. Так, эти сапоги тоже продадим. А, нет, отожди, тапки, это тапки. Это просто тапки. Так это в книге. Так, припасы. Давайте их... Сможем ли мы... Укомплектовать, блядь. Так. Эту сумку... Я хочу вот эти две сумки совместить просто. Чтобы не таскать столько веса, давайте это всё сюда дадим. Вилл пускай продаст это всё дерьмо. А у тебя, наверное, хватит весу взять. Эту сумку, например. Так, и... Блядь. Так, и давай, открой сундучок. И возьми там... Ну, чтобы укомплектовать припасы, чтобы они в одной сумке были. Вот, вот в этой вот. Вот, девяносто. Всё, есть. Есть контакт. Это всё продать. Так, один факел у нас есть здесь в запаске. Так. Ну, пускай вот один факел в запаске, остальное всё продать нахер. Так, и что ещё у нас? У нас, кстати... Так, по шмоткам. По шмоткам давайте ещё посмотрим. Может быть, у нас что-то есть. Вот, с нормальными вещами, по идее, шмоточная хрень. Класс брони 7, но получает... Зверь такую ещё дополнительно носит, но нежить получает пизды. Это ситуативная вещь, её как бы лучше не надевать, потому что... Так, что у нас ещё есть? Так, есть какой-то супер молот. 4, 3, 8. Нет, хуже будет только... Так, видение абсолют. Можете видеть, ждать. Нет, давайте пускай ссылки природы. Хотя, вон, это абсолютно слепит цель. Дополнительно 12... 2-12 колющего урона. Вообще, по идее, вот, может быть, этот... Может быть, мой перс, может быть, этим лучше пользоваться. А, нет, нихера. У него нет обилки такой. А Shadow Heart, например? 4, 3, 8. 5, 4, 11. Нет, хуйня. Или виллу может ухручный топор дать, не знаю. Нет, вообще никакого модификатора с него нету. Ну, пускай с посохом ходит. Он жмак всё-таки, как-никак. Так, ну всё. Всё мы сделали. А, ну можно ещё вот так вот. Вот, мы вот здесь что-то не смотрели. Вот, шляпа. Персонаж Песни Утешения. Можно шляпу на себя одеть, чтобы ходить в шляпе. Дроу в шляпе. Ладно. Шлем лучше наденем, а так будем путаться, что у нас что-то надето годное. Всё, ложимся спать. Раз совсем не побазарили, всё мы сделали. И на этом можно закончить серию с этой ёбаной адской лягухой. Серия с ёбаной адской лягухой. Так, опять его мучают какие-то там движухи. Ну, может, бонус какой-то дашь? Не волнуйся. Я имею в виду, что всё под контролем. Для сейчас. Ты не используешь силу Парасита. Ты думаешь, что ты не нужна? Да я вроде использую её. Да совсем не так, как я ожидал. Ну, поэтому ж надо двигаться дальше. Хм-хм-хм. М-м-м. Все происходит. Четыре привала было сделано за эту игру. Так, никто с меня побазарить здесь не хочет. Надеюсь. Ну все, на этом Сирию можно закончить. А, вот Шидо Ухар еще только болтать хочет. Внимательно тебя слушаю. Так, ты уверена? У каждого наших спутников какая-то темная страна. Прям да пиздецкая темная. И походу вот это... Огненная леди еще цветочки. Такая няша. А, это вот волки ее. Такая няша. Такая няша. Какая няша. Такая няша. Такая няша. Считай. Ну ладно, ничего такого критичного. Так, а что вот это здесь такое у меня? Начать опрос для этого решения, офигеть. А, ну это, наверное, на этом. Ой, можно поменять персонажа, болтай, я это не знал. Так, что те на разы не носят. Не думаешь, так преданно Шарта, считаешь, что она обязана тебе в жизни? Ладно, давай. Просто. Просто я успокоен. Так. Короче, фанатичка. Так, что рана заболит, надходящий на этот может, или не обязательно стараться, чтобы остаться твердо в своей вере. Вот, давайте попробуем на религию. Причем Shadowheart не дает бонуса, когда с ней разговариваешь. Так, уйти. Ну все, сохраняем игру. И на этом наш стрим с лягушкой можно считать сохранен. Так, ебанутая лягуха. Вот подходящее название для этого сохранения. Так, и эта серия подошла к концу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова